нужно заметить что человек чей ум узконаправлен и который всегда ищет с кем бы ему переспать обладает очень низкой энергией низкой тусклой энергии и с ним никто не хочет находиться рядом человек одержимый сексом очень непривлекателен разве не так и он или она создает такие тусклые тяжелые вибрации вокруг себя и там нет силы энергичности там нет обязательств от них ничего не исходит он погружается в такое помешательство и за ним не остается никакой силы ум ограничен и тогда приходит гнев ревность раздражение недовольство и все это когда он приходит этот штурм негативность так проявляется самый слабый и ограниченный ум а вся истина все про существование исчезает когда ваш ума держим таким напором негативности относительно кого-то тогда вы даже не способны наблюдать за красивой природой в которой вы пребываете кама агни огонь страсти затем приходит кама агни огонь страсти и мы не позволяем этому огню страсти прийти подняться в нас в момент когда возникает желание незамедлительно вы его удовлетворяете и тогда этот огонь не остается вас он не поднимается не разжигает вас распутных людей ноль кама агни потому что они даже не позволяют этому огню подняться и немного их поджарить немного запечь в момент когда появляется желание секса они его погашают секс это одна из старейших санскар впечатлений помимо еды во всех жизнях до этой вы абсолютно точно делали две вещи вы ели и занимались сексом будучи коровой обезьяном ослом лошадью быком кем бы вы ни были проходя через все эти тела вы делали эти два действия когда страсть возникает наблюдайте ее в каждой клетке вашего тела она вас полностью поглотит сгорит и оставит вас с помощью кама агни развивается стопроцентная бдительность осознанность в противном случае шахте в вас сила вас потенциал опускается все ниже и ниже и дремлет в вас и вы становитесь более инертными притупляется чувствительность и расцветает инертность воздержание воздержание или целомудрие это сбережение энергии когда вы сберегли энергию из одного канала эта же энергия доступна для вас для использования в других наслаждение какое бы оно ни было посредством пяти органов чувств опустошает вашу энергию если вы будете смотреть в экран слишком долго ваши глаза устанут вы продолжаете слушать что-то и скоро наш мозг не может выносить так много шума так же из запаха люди работающие на заводах парфюмерии хотят быть вместе где нет запаха и так же из осязания так же из секса все эти стимулирующие наслаждения забирают вашу энергию в какой-то степени сохранение энергии это йога а трата называется баога и жизнь это баланс между этими двумя йогой и баогой и это не означает что баога плоха однако если вы больше не получаете удовольствия наслаждения значит вы поднялись над этим и вы ищете блаженство и счастье которое за пределами органов чувств и для того чтобы достичь этого наивысшего уровня в человеческом теле нужно закрыть определенные экраны древние люди так красиво говорили если взять физическое наслаждение и поднять его за единицу измерения то наслаждение или радость от самады будет в тысячу раз больше этого брахмачария отречение когда брахмачария устанавливается в вас величайшая сила приходит к вам это когда вы видите себя больше чем просто свое тело вы видите себя как сознание как брахмана брахмачария имеет более глубокое или большее значение чем целебат брахма означает бесконечность чарья движение к бесконечности означает познать свою необъятную природу не думать что вы лишь тело но нести себя словно вы сияние света двигаться в мире будто вы пространство когда вы сидите в глубокой медитации вы не чувствуете что вы тело кусок тяжести тела в 40-50-90 кг вы не чувствуете что вы сидите 60 кг твердого тела вы чувствуете такую легкость вы чувствуете будто вы перышко разве не так когда вы ходите что вы чувствуете вы не чувствуете вес вашего тела как будто вы больше пространства чем более вы счастливы тем меньше вы чувствуете свое тело чем больше вы в бесконечном пространстве тем меньше вы чувствуете напряжение или вес физического тела или присутствие Важность брахмачарья Брахмачарья — это две вещи. Первая — это практика, когда вы принимаете определенные обеты и налагаете ограничения на себя. И эти границы помогают вам расти. Подобно тому, как растению нужен небольшой забор вокруг, чтобы козы не съели его, вы принимаете определенные обеты, чтобы вы не утонете в привычных наслаждениях или удовольствиях. Это один уровень. Это также помогает человеку двигаться вперед. Второй уровень — это когда маленькие удовольствия даже ничего не значат для вас, потому что вы получили проблеск чего-то более высокого. Вам не нужно тереть себя от тела другого, чтобы получить наслаждение. Такое наслаждение намного больше. И проблеск этого делает маленькие удовольствия незначительными. Когда присутствует яркий солнечный свет, свеча не принесет вам большего света. И поэтому, есть это или нет, неважно. Это наивысший уровень прокачария, когда наслаждения для вас незначительны. Является ли саньяса необходимым условием для просветления? В истории есть много случаев, когда женатые люди становились саньяси и просветлялись. Саньяс — это нечто, что случается с человеком. Саньяс — это осознанное решение быть центрированным. Саньяс — это обязательство к чему-то высшему. Саньяс — это свобода от всех маленьких привязанностей. Саньяс — это быть в центре при любых обстоятельствах. Саньяс — это видеть более высокую цель в жизни. Саньяс — это выражение полнейшей удовлетворенности. Никогда кто-то берет саньяс от недовольства или оставляет все избегать. Я не думаю, что это саньяс. Я ничего не хочу. Я здесь для того, чтобы все отдать. Когда вы испытываете такое чувство изнутри, это означает, что вы стали саньяси. А что означает быть семейным? Это означает нести ответственность. Для них заботиться о семье, доме — это их обязанность. Будучи семьяниным, следуя своей дхарме семьянила, исполняя долг, свои обязательства, и также через карма-йогу, семьянин может получить освобождение. Существовало так много риши и муни, имевшие семья. Махариши-васишт, Махариши-агастья были семьянинами, которые исполняли свои обязательства, но также были освобожденными душами. Мухтаре. Мухтаре. Мухтаре.